Добрый вечер! Мы закончили в прошлый раз серию по поводу Тора и науки, и мы возвращаемся после очень долгого перерыва к нашей книге «Урод от Шува». И у нас еще одно радостное событие – к нам вернулся перевод. Огромное спасибо, Ширель! Сегодня у нас будет уже текст с переводом, чему мы все ужасно-ужасно рады и благодарны. Поэтому, несмотря на то, что Ширель сейчас нет с нами, но ей полагается большая благодарность от всех нас, она сейчас будет перевод. Мы находимся уже в 13 главе, и у нас третий абзац. Человек должен постоянно быть соединен с квинтэссенцией. высшего добра, связанного с корнем в душе всего собрания Израиля. И благодаря этому он удостоит сучу. Потому что тогда будут постоянно открываться в его глаза недостатки и грехи, происхождящие из источника отчуждения, от того, что он становится чуждым народу Всевышнего, с калей, из которого он высечен, и источником всего доброго, что есть у него, пусть не боится быть соединенным с корнем души всего народа в целом. И хотя при отдалении от корня в частных ответвлениях находятся также злодеи и люди грубые, это вовсе не уменьшает цвет возвышенного блага, присущий всей общности. И искра божественной души обитает также во всех частных душах, упавших особенно низко. И поскольку Кнезад Исраиль объявляет в себе божественное благо не только для себя, но и для всего мира, для всего сущего, приходит человек от прочной прилепленности к внутренней сути души народа, прилепленности к Богу живому, в соответствии с благословением Всевышнего, полным всего. Свет Шихины походится на нем во всем своем великолепии и силе. Добрый вечер, Ширель. Добрый вечер. И огромное вам спасибо за перевод. Басим Хан. Вот, значит, мы продолжим. Итак, давайте посмотрим. Человек должен постоянно быть соединен квинтэссенцией высшего добра, связанного с корнем души всего Собрания Израиля. Благодаря этому он удостоится чубы. Давайте попробуем перевернуть это предложение. Давайте, как это, в математике? Проведем одним черту, сделаем не перед предложением. Что у нас получится? Человек должен постоянно быть соединен с квинтэссенцией высшего добра, связанного с корнем души всего Собрания Израиля. Благодаря этому он удостоится чубы. То есть человек не удостоится чубы, пока не соединится со всем, что там сказано? Так, что ли? Да, то есть с точки зрения логики это, конечно, неверно. Потому что если соединившись он удостаивается, это не значит, что не соединившись не удостаивается. То есть с точки зрения логики это неверно. А с точки зрения текста это, конечно, да, верно или, по крайней мере, это, безусловно, верно частично. Давайте посмотрим на это предложение. С точки зрения текста, видимо, это верно, потому что написано «должен». То есть если ты должен, это перетягивает логику в сторону того, что если ты не выполняешь то, что ты должен, то вряд ли у тебя получится. Ну, давайте так скажем, с точки зрения логики это не обязательно, с точки зрения текста это процентов больше, чем на 80, видимо, на 90 все-таки на нужном. Можно как-то сделать там у кем-то, сказать, что не обязательно, но естественно все-таки вылезаешь туда. То есть у вас получается интересная такая вещь, что человек, ну, возьмем давайте еврея, да, который у нас говорит такие как бы вещи. Мы это упоминали как-то. Я вот тут хороший человек, праведник, там, соблюдаю всегда поведение, но чем-то чаянием моего народа меня интересует никак. То есть там по книге написано, что нужно поститься, я пощусь, нужно там впурим радоваться и радуюсь, там, подарки приношу, там, трапезу устраиваю, все делаю. Но связи со своим народом как бы вот такая вот, не знаю, не болеют там за них, там, война или там спортивные соревнования, неважно за что. Получается, что религиозность, оторванная от народа Израиля, это плохо. Ну, на самом-то деле, если же мы туда укатились, то религиозность, связь с Богом, без связи с народом Израиля, это на самом-то деле корень христианства. Вот. Но как бы здесь получается, и перевернуть это можно с другой стороны. Человек у нас может быть, который религиозный, под большим вопросом, но он связан с народом Израиля. Как бы его чаяния, его очень сильно трогают. Может быть, этот человек на сегодня, он не религиозный, но раб говорит, и благодаря этому он достоится тишеве. А мы от себя добавим, что какая-то очень принципиально важная часть тишеве у него есть. У нас открывается также серьезный вопрос. Я о нем сейчас вот подумал. Может быть, вы мне поможете. А что делать неевреям? Бны-нох. Если я правильно понимаю, им тоже нужно прилепиться к народу Израиля, оставаясь в рамках собственного народа, им тоже нужно присоединиться в той или иной мере, душевно, давайте скажем это, духовно, к народу Израиля. Как мы учили, я уже не помню где, что в урод мы, по-моему, учили, может быть, на одном из семинаров, я честно-честно не помню. Мы учили, что у народа Израиля связь с моралью проходит через связь с народом, с собственным народом. А у других народов нет. Мы сказали, что не обязательно противоположно, не обязательно, что связь со своим народом, с греческим, допустим, это значит, что ты будешь получать какие-то неморальные вещи в обязательном порядке. Нет, это не обязательно. Но связь с народом, национализм, для всех народов это не основной, или вообще это не источник, не ценор, не путь для получения морали. Это может быть хорошо, это может быть нейтрально, иногда это может быть плохо. В случае с народом Израиля, здоровый национализм, это дорога к морали. Это мой ответ по поводу неевреев. Мне кажется, что Раф с этим согласен из конца того, что написано здесь. Давайте посмотрим. И поскольку Кнесет Исраэль, собрание Израиля объемит в себе божественное благо не только для себя, но и для всего мира, для всего сущего и так далее. То есть мы видим, что еврейская национальная идея не зациклена сама на себе, она в себе содержит идею добра для всего мира. Поэтому, видимо, и весь мир, это приближение, прилепление к этой еврейской сути, она может быть положительной. Кто-то хочет мне возразить или, наоборот, дополнить что-то? Мне показалось еще последнее, смысл последнего оказаться там, и противоположный тоже, что путь Израиля, прилепление к Богу, он идет через свет, который проходит для, как там сказано, всего мира, предназначен для всех народов. Мы эту идею тоже обсуждали, но мы ее обсуждали, как это, в воздухе. А сейчас она написана, когда мы ее представили, как тоже, вот два варианта. Идея еврея – это хорошо для себя, и еврей – это хорошо для всего мира. Мы это обсуждали. И мы сказали, как бы, что есть две партии по этому поводу, два мнения. И мы сказали, что все-таки лучше, что то, что хорошо для евреев, это хорошо для всего мира, и это как бы цель. Цель не сами евреи, цель – это весь мир, безусловно. И здесь это, безусловно, написано уже прямым текстом. Вот как бы, тогда я просто, как бы, помнил общий фон, что ура в это направление. Но здесь, безусловно, написано, поэтому спасибо на хау. Да, и более того, говорится, что он придет к прилепленности к Богу именно потому, что Кнесет Исраэль в себе держит свет для всего мира. То есть, как это? Я просто хочу осознать для себя. То есть, когда он осознает, что этот свет, он для всего мира, именно тогда он по-настоящему придет к Богу? Или что имеется в виду? Хороший вопрос. Здесь я пойду в противоположную сторону. То есть, нужно не забывать, что вот эта вторая партия, которую мы упомянули. Давайте забудем о том, что мы тут несем свет всего миру и сосредоточимся о том, что для евреев эта идея, несмотря на то, что она как бы мелкая по сравнению с другой идеей, ей есть место. Так же, как имена, допустим, народа Израиля есть Яков, есть Исраэль. Яков – это мнение, это имя для низменного состояния народа Израиля. И Израиль – это имя для возвышенного состояния народа Израиля. Почему нам нужно два имени? Почему мне обойтись всегда в возвышенном состоянии? Потому что наш исторический путь, он всегда содержит времена, когда мы в низменном положении и времена, когда мы в возвышенном положении. И мы не можем, и, соответственно, чтобы вызывать в этих ситуациях, нам нужно по-разному себя вести. Так вот, идея о том, что все хорошо, нам нужно заниматься только евреями, а всем остальным нам это вообще не интересно, либо это значит Всевышнего и так далее, это хорошо для изгнания. Когда мы занимаемся как бы самозащитой и самосохранением. И теперь, соответственно, в любом случае, какой бы идеи мы не придерживались, более высокая идея в том, что в народе Израиля, в кнесете Израиля, содержится благо для всего мира. Это то, что хочет Всевышний. Даже в ситуации, когда мы лично считаем, что, давайте, соответственно, о том, что вы хорошо евреям, но все остальное нам не важно сейчас. Но здесь, безусловно, написано про высшую идею о том, что да, ты хочешь в близости, то есть, что я хочу сказать. Я хотел сказать здесь немножко против Рапкуха, да, что мы не можем сказать, что тот, кто во время изгнания, то есть, во-первых, да, мы это можем сказать, во время изгнания близость к Богу, она под знаком больших вопросов. Это близость к Богу, она далекая, как бы, божественное присутствие уходит в изгнание тоже. Бог, он далеко. Во время изгнания, действительно, близость к Богу это проблема. В том числе и из-за этого. Сейчас мы возвращаемся. Близость к Богу она может быть, но, тем не менее, во время изгнания у нас тоже есть возможность быть близким к Богу, даже несмотря на то, что мы можем считать, что, как бы, вот нам нужно, так сказать, хорошо, только то, что хорошо для евреев, а для всех остальных нам не важно. Но это все, что называется, бакатан. Это все по мелочи. Это и близость к Богу такая она мелкая, и идея она мелкая. Соответственно, нормальная идея уже по-крупному, по-взрослому, по-великому, это то, что ты хочешь близости к Богу. Ну, абсолютно верно, как вы сказали, что верно, просто я вас немножко попытался описать. Ну, в общем-то, вы абсолютно правы. По-простому читая РАФКУ, получается, дорогой, ты хочешь близости к Богу, она проходит через самую близость, прилепление буквально к собранию Израиля. Так что, ну, как-то, я бракался, бракался, но в конце концов, у меня осталось ничего другого, как с вами согласиться с Шерей. Потому что, ну, да, это то, что написано. Тут еще хочешь что-то заметить? Окей, хорошо. Тогда пробуем. Потому что тогда будут постоянно открываться его глазам недостатки и грехи, происходящие из источника отчуждения, от того, что он становится чужим народу Всевышнего. Скале, буквально, источнику, из которого он высечен, источнику всего доброго, что есть в нем. Очень интересно. Здесь РАФ немножко кидает камушек в огород слишком сильного индивидуализма. Все то добро, все те высшие идеи, которые в тебе есть, вся твоя индивидуальность, ее источник, или, скажем, по-другому, да, источник всего хорошего, что есть в тебе, это через собрание Израиля. Это связь твоя с общей душой израильской. РАФ, конечно, не против индивидуализма, но, безусловно, против индивидуализма в его крайних формах. Когда, допустим, отрицается вообще национальная суть, а тем более национальная суть Израиля, и люди рассматриваются только как россыпь индивидуумов. Когда ты прилеплен буквально к собранию Израиля, ты сразу будешь различать собственные недостатки. Почему? Потому что они исходят из другого источника, из чужого источника. Когда ты прилеплен к своему естественному источнику, ты сразу будешь различать, ага, вот это вот мое, а вот это не мое, это прилепилось. Грязь, эта грязь прилипла, ее нужно быстренько почистить. Как это? Душу, собственно, быстренько сдать в кем числе. Ну, конечно, на это у нас сразу возникнет возражение. Постойте, постойте, очень хорошо, что собрание Израиля – это суть всего добра. Ну, я тут встречал немало евреев-злодеев. Вот тот вот Ицек меня обсчитал в магазине, а вот тот вот бессовестный маклер мне нехорошо сдал квартиру и так далее. Этот вообще непонятно что, да? У нас есть, к сожалению, куча абсолютно неправедных евреев. Злодеев, кстати, вот мне пришел на память вот такой вот, кстати, пример. По-моему, звали его Мейер Ленский, мафиози из Америки, еврейского происхождения. Как это? Мафиози, мафиози, по-настоящему совсем причитаем, как было нужно. И во время создания государства Израиль он очень серьезно помогал государству и деньгами, и оружием. И, как бы, очень сильно благодаря ему государство встало и, как бы, смоглось быть создано. С одной стороны, безусловно, неправедный. А с другой стороны, безусловно, человек, прилепленный к народу Израиля. Вернемся, с вашего позволения, к тексту. А, так у нас проблема. В чем у нас проблема? Если собрание Израиля не так хорошо, то прилепляется к собранию Израиля, а прилепляется также к злодеям, которые в Израиле, в собрании Израиля. Я могу запачкаться? Ирав к этому относится, безусловно. Пусть не боится быть соединенным с корнем души всего народа в целом. Да, это у нас сразу возникает отражение такое. Я к всему народу в целом. Давайте лучше, у меня есть лучшее предложение. Давайте я присоединюсь к собранию праведников Израиля. Гораздо лучше. Зачем мне присоединяться к собранию всего Израиля? Там есть простонародие, которое Тора не учат и в трудовом заповеди вообще знают и сами не учат. Там есть злодеи. Давайте я присоединись к праведникам Израиля. Вот сам это. Говорит, нет. Мы присоединяемся к корню всего собрания Израиля. Этого здесь не написано. Но здесь намеком проходит, что идея присоединиться к праведникам Израиля, отсоединившись этим от собрания Израиля, это нехорошая идея. Пусть не боится быть соединенным с корнем души всего народа в целом. И хотя при отдалении от корня в частных ответвлениях находятся также злодеи и люди грубые, это вовсе не уменьшает цвет возвышенного блага, присущий ее общинству. То есть как бы добро распространяется от корня к веткам, а зло не поднимается от веток к корню. И искра божественной души обитает также и во всех частных душах, упавших особенно низко. Я добавлю от себя, пока они присоединены к собранию Израиля. То есть пока они себя ощущают частью этой общности, в них тоже, несмотря на то, что они злодеи, и мы к ним должны относиться как злодеи, несмотря на все это, присутствует тем не менее искра, потенциалом назовем это, искра от блага собрания Израиля. Какой смысл, что в них есть искра? Мне бы казалось наоборот, что они просто входят в это собрание, при этом мне понравилось очень, как ты сказал, что распространяется свет, а темнота как бы или злодейство не поднимается. То есть они не могут той своей частью, которая является частью этой общности, как-то уменьшить свет, который в ней есть. Но как это влияет на него лично, я не знаю, почему искра. Я скажу даже более того. Может быть, Раф это упомянул здесь, в контексте того, что мы не можем оторвать бутылок злодеев. Без них общность Израиля будет хасра, ей будет чего-то не хватать. Может быть, это имеется в виду, что в них тоже присутствует отблеск божественной искры от собрания Израиля. Мы их не можем выкинуть, отрезать и выкинуть? То есть да, мы учили... Это я согласна. Отрезать и выкинуть мы их не можем, и это бессмысленно. Они как бы там существуют. То есть от них есть тоже. А что лично в них, это как бы разный уровень. Я не знаю, может быть, я неправильно вижу это. Вот есть какой-то, на каком-то высшем уровне, он к этой обществе не принадлежит. Без него эта мозаика не полна. Тем не менее, это может быть только в потенциале, в реальной жизни. Мне кажется, объясняешь в другой плоскости. Злодей здесь, это не тема предложения. Тема предложения здесь то, что человек говорит себе, секундочку, я не хочу прирепляться к общности Израиля, потому что я там нашел 28 тысяч злодеев и циков. Я боюсь об них запачкаться. Он говорит, не бойся. Мы сейчас не обсуждаем злодея. Да-да-да, я согласна. Это часть, и отрезать его нельзя. И не бойся запачкаться, потому что высшее благо, оно не пачкается от этого, и даже на злодеях оно не сходит. То есть, опять-таки, не понятно, чем это написано, можно объяснить. Несмотря на то, что он злодей, отрезать и выбросить мы его не можем. Он нам нужен. От него также есть польза и общность Израиля тоже. Ну вот, например, тот пример, который мы привели с Мейером, по-моему, Ленским. То есть, и там действительно, он мифиози-мифиози, это не просто там что-то такое, там украл у кого-то. Это серьезный был дядя, что называется. Но, тем не менее, он очень сильно помог. И поскольку, так давайте текст вернем к себе. И поскольку к Несет Исраиля объявляет в себе божественное благо не только для себя, но и для всего мира, для всего сущего, приходит человек от прочной прилепленности к внутренней сути души народа, прилепленности к Богу Живому, в соответствии с благословениями Всевышнего, полным всего. И свет шхины покоится на нем во всем своем великолепной истины. Это предложение не до конца понятно. Я хочу с вашей помощью попытаться его разобрать. Я здесь абсолютно серьезен. У меня был урок на другую тему. Я хорошо подготовился. Я начал урок с того, что ребята, мы сейчас учим вот этот вот абзац, и я его не понимаю совсем. И вот мы на уроке иногда часто поучаствуем, что ты сам его не понимаешь, потому что прочитал и не раз. А вместе в группе ты его понимаешь. Поэтому вот это вот как бы мы здесь пытаемся в нашем предложении сейчас понять, как связано то, что собрание Израиля содержит в себе добро также для всего мира. К тому, что через это у нас мы можем получить близость к Богу тоже. Связь, как мир, понимается здесь интересной. Раб говорит такую вещь. Бог, он источник блага для всего мира. Он хочет добра всего мира. Он благословляет все, не только весь мир там людей. Он все сущие благословляет. И зверей, и неживую кровь, и так далее. Соответственно, если мы хотим прилепиться к Богу, нам нужно прилепиться вот к этому благословению для всего. Где оно есть? Но есть собрание Израиля, которое в себе несет благословение для всего мира. И через него мы можем присоединиться, прилепиться к источнику благословения всего мира, что это Всевышний. Нехамов, вы хотели что-то сказать? Нет, а что я разве... У меня было такое впечатление. Может быть, я хочу что-то сказать? Ну, попозже. Тогда давайте прочитаем еще раз. Не хотел перебивать. Интересно просто, что для еврея прилепленность к этому высшему уровню благословения для всего мира, света для всего мира, оно для него необходимость идет через, и не только для евреев, даже для неевреев, через общность Израиля. Оно как бы является проводником более высокой ступени какой-то блага для всего мира. И здесь у нас, безусловно, есть спор и согласие, в какой-то мере, да, с людьми, которые говорят, мне наплевать на народ Израиля. Меня интересует добро всего мира. Мы с ними согласны в той точке зрения, что если нас интересует добро для народа Израиля, грубо говоря, нам тоже наплевать. Потому что нас не интересует добро для народа Израиля только ради народа Израиля. Нас интересует добро для народа Израиля ради всего мира. Временно мы можем позволить себе жить в полуподвале, обитать на нижнем этаже и довольствоваться от этой не до конца развитой идеи о том, что, окей, давайте улучшать жизнь народа Израиля. Потому что иногда без этого не выжить совсем. Но, безусловно, как бы, я просто, прошу прощения, я потерял мысль. А, да, то есть, соответственно... Прошу прощения, я действительно потерял мысль. Мы говорили про то, что нам нужна идея... То, что обществе, в реале, без нее нельзя подсоединиться к более высокому уровню общности человечества. Да, мы спорим с теми, кто сказали, что... Мы согласны с теми, кому наплевать на народа Израиля, как маленькая идея. И, соответственно, они ищут благо для всего мира. Мы приходим и говорим, правильно, мы тоже ищем благо для всего мира. Оно проходит через благо для народа Израиля. В этом мы согласны и спорим, как это, с безродными космополитиками. Да? Безусловно. А, вот это было. Давайте еще раз прочитаем предложение, чтобы понять, что наше понимание, оно верное, или есть какое-то еще альтернативное понимание того, что Раф нам написали. И поскольку Кнесет Исраиль объемляет в себе божественное благо не только для себя, но и для всего мира, для всего сущего, приходит человек от прочной прилепленности к внутренней сути души народа, прилепленности к Богу Живому. Почему? В соответствии с благословением Всевышнего, полным всего. И след шахейной божественного присутствия походится на нем во всем своем великолепии и силе. На нем, я думаю, это на благословении. Давайте посмотрим, что написано в тексте. Нет. Сложно сказать, потому что я сказал, что покоится на благословении. Видимо, все-таки покоится на том человеке, который прикреплен к собранию Израиля. Мы более-менее закончили наш отрывок. Если кто-то хочет нам сейчас на наш отрывок сказать пару слов, я буду рад. И мы перейдем к небольшому второму отрывку. Еще раз спасибо Шерен. В соответствии с ним два отрывка за переводы. Это хорошо. Тогда давайте еще раз все-таки перед переходом к новому отрывку еще раз целиком прочитаем наш. И после этого перейдем уже к новому отрывку. Человек должен постоянно быть соединен с квинтэссенцией высшего добра. А, я могу сказать еще одну вещь. Обратите внимание, связь здесь, она с корнем души собрания Израиля. То есть мы можем сказать, что тут есть уровни. И квинтэссенция высшего добра связана с корнем души всего собрания Израиля. То есть это очень-очень высоко. И, соответственно, вот эта вот группка, мы не обязаны с ней быть связаны. И вот эта вот группка тоже, несмотря на то, что мы ее часть. А наша связь должна быть со всем-совсем собранием Израиля, с душой собрания Израиля. Это одна великая душа, а не множество мелких. С корней души собрания Израиля. Человек должен быть соединен с квинтэссенцией высшего добра, связанного с корнем души всего собрания Израиля. И благодаря этому он удостоится чугу. Потому что тогда будут постоянно открываться его глазами достатки и грехи, происходящие из источника отчуждения, того, что он становится чужим народу Всевышнего, скале, из которой высечен, источником всего доброго, что есть у него. Пусть не боится быть соединенным к корням души всего народа в целом. И хотя при отдалении от корням в частных ответвлениях находятся также злодеи и люди грубые, это вовсе не уменьшает свет воззвученного блага, присущий ее общности. Включайте, Рештава, злодея, да? И искра божественной души обитата обитает также во всех частных душах, упавших особенно низко. И поскольку Кнессет Исраэля, Собрание Исраэля, объемляет себе божественное благо не только для себя, но и для всего мира, для всего сущего, приходит человек от прочной прилепленности к внутренней сути души народа, прилепленности к Богу живому, в соответствии с благословением Всевышнего, полным всего, и свет с шахины покоится на нем во всем своем великолепии и силе. Четвертое область. Не может человек по-настоящему сострадать бедам общества, но только если отследит на своей пути, исправит свои качества и совершит полную отшиву. Со-переживание общественному гору от силы сердца само по себе также награда за заповедь, которую достаиваются только чистой душой, следующей цельным путем, идущей по Торе Всевышнего. Опять давайте скажем это предложение наоборот. Если ты хочешь по-настоящему в полной мере сострадать бедам общества, тебе нужно сделать что-то. Не из-за частных, личных каких-то интересов, не из каких-то частных вещей, не из-за того личного интереса, а из-за того, что ты хочешь быть прилепленным, ты хочешь сострадать бедам общества, то тебе именно из-за общей такой цели, а не из-за частной цели. Я не хочу там гореть в аду, там горячо. Или наоборот, я хочу в будущий мир попасть, чтобы пожирнее был кусочек, там тепло и светло, и вообще классно. Это кошерная, но личная и частная цель. Это может быть общая цель. Я хочу прилепиться к общему потоку мирового добра. Я хочу прилепиться, сострадать к бедам общества. Я сочувствую части общества. Мне это важно. Я хочу, я сострадаю, в общем-то, я, моя душа колеблется, так-то, встал колебанием всего народа. Она говорит, отлично, если, ну, если ты хочешь что-то делать по-серьезному, нужно делать шум. С другой стороны, да, то есть второе предложение. Сопереживание общественному горе от всего сердца. Само по себе также награда за заповедь, которую доставлю, удостаиваются только чистой душой. Следующие цельным путем, идущие по Торе Всевышнего. То есть это уже то же самое наоборот. Те, оттуда удостаиваются, сопереживать общественному горе, это уже награда. Награда за их высокое духовное состояние положения. Ее удостаиваются только избранные. Но у нас есть проблема с этим. С другой стороны, мы знаем людей, хороших людей, которые не очень соблюдают того, но тем не менее, сопереживает общественному гору. Что с ними? А с ними у нас проблема. Мы можем сказать, что по крайней мере, мы можем сказать, что по крайней мере, в чем-то, по крайней мере, их путь, он соответствует до Торе. Потому что прилепление, сопереживание общественному гору, это важная и очень дорогая в глазах Всевышнего вещи. Но это не то, что здесь написано. Это уже намеком может быть. Это может быть написано по-другому, если не здесь. Здесь сказано по-другому. Настоящее переживание это кто-то удоставится этому. Это, в общем-то, награда за его праведное образование. Скажем, это так. Здесь это можно понять. Человек хорошо соблюдает Тору. И это можно понять, человек хорошо соблюдает какую-то часть Тору, которая нам кажется более-менее важна. Может быть, такое тоже можно сказать. А как вам кажется? Не совсем понятно, почему сопереживание является наградой. Человек, который не сопереживает никому. Он что, чувствует себя обделенным человеком? Нет, не чувствует себя обделенным. А как чувствует себя обделенным? то есть, ну, наоборот, я могу сказать, человек переживает. Можем сказать, что ничего хорошего в этом нет. Да, ты просто страдаешь, переживаешь все время за кого-то. Это очень напряженная и непростая тяжелая. О, именно тяжелая. Если цель жизни получает удовольствие, то это совершенно противоречит, написанное ни раз и ни два было, что боль чугу, допустим. Как-то классно, здорово и хорошо. И давайте радоваться, что нам болит. мы ни раз ни два встречаем, что у нас получается, что цель жизни не может быть удовольствия сама по себе. Цель жизни более возвышенной. непонятно или понятно? Это понятно, да. Тем не менее, все равно это парадоксально видеть в этом награду. То есть как бы Бог вкладывает то, что говорит фраук, я вам выною из вас каменное сердце и ввожу вам сердце живое. То есть и пока ты не сопереживаешь, ты как бы и не живешь на самом деле. А несмотря на то, что ты сопереживаешь, это все-таки ощущение жизни. Наверное, поэтому это награда. Я просто думала вслух. Ну да, болит, значит, еще не все отмерло. Это же есть, мне кажется, по этому поводу у нас медраж гоморы. Тот, нас, кстати, зашли в три недели скорби по храму. Воскресе, позавчера у нас был пост, и вот 9 авгу будет через три недели. Есть, по-моему, в Медраше, она говорит, тот, кто скорбит по разрушению храма, он удостоится увидеть, как бы, по-моему, встроенный храм, или встроенный русалим, что-то такое. Это наоборот. Это ты скорбил, скорбил, а потом в конечном итоге ты получил. Я это понимаю по-другому. Это то самое ощущение жизни, которое проявляется в скорби, это то, что вот этот укол болит, потому что осталось что-то живое, и поэтому ты удостоишься жизни, удостоишься видеть обновление и воскрешение храма, восстановление и так далее, потому что именно в твоей скорбью ты показываешь, что ты живешь, что у тебя высшая жизнь какая-то в тебе осталась. Вот эта боль же тебе болит, поэтому ты как бы живой. Да, ты можешь отрастить слоновью кожу и кожу бегемота и быть нечувствителем ни к чему. Я, кстати, такой. И тебе будет все хорошо. Ну, конечно, ты все хорошо, а мертвый вообще ничего не чувствует. совсем хорошо. Мы не говорим, что умирать спокойно. То есть это вот небольшая чувствительность. Это хорошо, соответственно, тебе конечно по голой коже скрипками склести. Конечно, будет больно. Кто-то еще хочет заметить нам по поводу двух наших абзацев. Ну, хорошо. Тогда давайте расстанемся по желанию строительства храма как можно более скоро. храма. Вот, я тут скажу свою любимую мантру. Я не верю, что в этом году строится храм, но я действительно верю, что может быть мы, а может быть наши дети или внуки уже абсолютно реально настоящий храм из камней и божественное присутствие увидеть уже собственными глазами. Хорошо. Амин, амин. Амин. Всем спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.